МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Когда учение света и вырубка сквера, Алтайский госуниверситет хочет построить новый корпус на месте зеленой зоны. 80 лет представительной власти Алтая. Чем отличаются народные избранники 20 века от современных? 19 тысяч больных по всему краю. Грозит ли жителям региона эпидемия пневмонии? Снова сквер, снова рубка деревьев и, видимо, предстоящая рубка общественников и руководства вуза. Алтайский госуниверситет не оставляет идеи построить рядом с корпусом на Димитрово новый. Накануне руководство обратилось по этому поводу к губернатору. А ведь придется вырубить часть сквера перед уже существующим корпусом АГУ. Как на это смотрят общественники, только что отбившие другой сквер на Сахарова. Смотрим. Дело завязалось еще зимой. Возможно, так когда-то скажут про конфликт общественников и вуза. А он, судя по всему, не за лесами. Классический университет хочет построить новый корпус на своей территории. Правда, для этого придется вырубить часть сквера. Хорошая елочка. Но все больше шансов здесь, в центре города, остаться только при таких искусственных деревьях. Потому что если здесь одобрят строительство нового корпуса, то вот этой только части, но все же части сквера мы лишимся. Этому не рада Татьяна Труфанова, которая выступала за сохранение другого сквера на Сахарова. Ее, в числе прочих общественников, вуз пригласил на обсуждение строительства корпуса. Мы как дошли на эту встречу, мы ждали, что нам скажут, что есть определенное количество студентов. Они должны обеспечиваться таким-то количеством площадей. Вот этих вот цифр, обосновывающих появление новых учебных площадей, нам озвучено не было. По словам Татьяны, на встрече привели только число бюджетных мест, которые вуз получит в следующем году, и необычный аргумент. Чтобы попасть в туалеты, студенты стоят в очередях. Значит, нужно развивать имущественный комплекс. Только не в ущерб зеленым зонам, говорит Лариса Вигант. Это она когда-то подняла общественность на защиту изумрудного. В принципе, я за зелень в городе, в любых участках, в любых проявлениях, потому что город должен иметь зеленый щит. Если его не будет, всяческие разговоры о национальном здоровье просто бессмысленны. Поэтому я за зелень, но в каждом отдельном случае все-таки правильно привлекать специалистов. Своё мнение высказали и горожане. Очень мне не нравится. Просто очень. Последнюю зелень вырубаете в центре. Зачем? Кто? Чего они в кабинетах там сидят? Чего о чём думают? О себе? Они-то живут за городом, правильно? Они здесь не живут. Ну, на самом деле, нам очень нравится этот сквер. И когда тепло, мы постоянно сидим на различных пледах, отдыхаем. И, ну, не знаю, я не очень хорошо отношусь, на самом деле, к этому. Дополнительный корпус и деревья вырубает не очень. Не, я отрицательно к такой фигне отношусь. Если здесь и появится не фигня, а корпус классического университета, то вполне законно. Согласно кадастру, сквер и действующее здание находятся на одном и том же участке, который размежован под корпус с научной библиотекой. Проект готовился давно. Вот эскиз. А так здание выглядит на плане, выделено красным. Общественники пытаются отдёрнуть руку, занесённую над сквером. Будут предлагать другие территории для строительства. Теперь слово за вузом в этой новой скверной истории. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Крупный юбилей отметила на Алтае представительная власть. Уже в 80 лет народные депутаты представляют интересы жителей края. А 25 лет избранники разрабатывают собственные законы. За это время их принято более 2,5 тысяч. Во время остановления парламента туда могли попасть лишь грамотные управленцы. Таких, увы, было немного. Впрочем, по такому критерию депутатов избирают и сейчас. А вот что изменилось, так это состав народных избранников. Это уже представители не только рабочего класса, а всех сфер общества. К юбилею своего дела жизни в Барнауле собрались ветераны представительной власти и действующие депутаты. 1939 год. Начало истории представительной власти на Алтае. Съезды советов упразднены, советы нужны на местах. А для этого необходимы народные представители. Их выбрали 24 декабря того же года. Депутатами стало 21 тысяча человек. Большинство из рабочей среды. Агрономы, ткачихи были представители интеллигенции, учителя, врачи. Сто человек по итогу выборов стали краевыми депутатами. Великая Отечественная война, освоение целины, перестройка, развал Союза. Уже в новой истории с появлением ветвей власти депутатам пришлось учиться самим решать проблемы региона, создавая законы. У нас в России еще тогда федерального закона не было. Мы здесь, на территории Алтайского края, приняли закон о развитии сельского хозяйства. И самое главное, о государственной поддержке агропромышленного комплекса. Законопроект, он и сегодня работает. В нем заложено, наверное, главное, это тот процент от доходов бюджета, который у нас должен идти на развитие нашего основного сектора экономики. Это было немного позже. Одним из первых главных документов стал устав края. Депутаты называют его прогрессивным, ведь документ рассматривали в качестве образца на конституционном суде. Но какими он рождался спорами? Первые депутаты называют те годы временем тяжелых согласительных процедур. Мнений было много. Так большинство мест первого созыва занимали независимые депутаты. Найти компромиссы было непросто. Должен быть и учитель, и врач, и рабочий в соответствии с количеством христианин, чтобы объемно учитывать интересы всех живущих на Алтайской земле. В 90-х, в нулевые депутаты поддерживали больницы, дома культуры, школы, особенно в селах. Они учредили статус ветерана труда. И поддержку стали получать не 18 тысяч жителей края, а полмиллиона. О маленьких и больших победах краевые депутаты говорили на юбилейной встрече. Рассуждали и о новых задачах региона. Все усилия нынешнего депутатского корпуса и депутатов будущих созывов должны быть направлены на улучшение жизни людей. В первую очередь, это самое главное, через развитие и восстановление алтайской деревни и индустриального облика Алтая, то есть через экономику. В здании, в котором когда-то провели первый съезд депутатов, принимали поздравления поколения народных избранников. Конструктивность, которая есть во взаимоотношениях представительной власти, краевого парламента, со всеми другими ветвями власти и со всеми организациями и органами, с которыми необходимо наладить взаимодействие, позволяет показывать те результаты, которых мы с вами достигаем. Об эффективности говорили и коллеги федерального уровня. В дни юбилеев принято обращаться к истории, вспоминать пройденный путь, анализировать его, отмечать заслуги. И мы с вами в течение сегодняшнего дня вспоминаем, как на протяжении 80 лет представительная власть обеспечивает развитие Алтайского края. И что немаловажно, как мы сегодня видели в фильме, обеспечивает преемственность этой власти. В честь юбилея лучшим законотворцам прошлого и настоящего вручили региональные и федеральные награды и, конечно, памятные знаки к 80-летию представительной власти. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком. Переходим к другой теме. Алтайский край находится в списке пяти ресибирских регионов, где зарегистрировано много больных ОРВИ. Люди жалуются, что вирус практически моментально переходит в пневмонию, болеют целыми семьями и школьными коллективами. Так пришел ли в наш регион новый вирус, и когда эпидемия пойдет на спад, выясняла Полина Жданова. Артемий Панченко никогда не жаловался на иммунитет, но в этом году вируса ему избежать не удалось. Вот уже неделю Артемий держится в высокая температура до 39 градусов. Само заболевание началось очень резко после командировки. Когда самолет садился, у меня была уже температура под 40, и дикий кашель с мокротой, отходящая обильно. Как я потом узнал, это почти эпидемия, наверное, уже у очень многих людей подобные симптомы. Действительно, на такие симптомы жалуются многие, а именно 19 тысяч человек по всему краю. Это на 500 больше, чем за тот же период прошлого года. Болеют как взрослые, так и дети. Уже три школы края полностью закрыты на карантин. Та же участь постигла 35 отдельных классов. В детских садах закрыто 146 групп. Если в образовательном учреждении, в детском саду или в школе, в отдельном группе или в классе отсутствует более 20% детей именно по причине сгибаемости ОРВИ, то необходимо данный класс, рекомендован данный класс приостановить учебную деятельность. Пневмонией можно заразиться воздушно-капельным путем, и даже об этом сейчас говорят больные. Слухи это или реальность, мы спросили у эпидемиологов. Они информацию опровергли, уверяют, что пневмония может быть осложнением вируса гриппа. Пневмония вдруг и пневмонии вот остро прямо сейчас заболеть невозможно. То есть формируется определенный клинический симптомокомплекс. И если вовремя мама не лечит ребенка, да как и взрослого любого другого человека, может действительно присоединиться развитие пневмонии. Поэтому говорить о том, что сегодня есть подъем, да, наверное, имеет место быть, потому что идет сезон. Ничего аномального в увеличении заболеваемости ни врачи, ни Роспотребнадзор не видят. Говорят, ее подъем обусловлен теплой зимой. С началом морозов вирус пойдет на спад. А вот школы и детсады уже постепенно выходят с карантина. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Пациентам спальных районов города будут оказывать экстренную помощь в два раза быстрее. По крайней мере, в этом уверены в Краевом Минздраве. В Барнауле в результате объединения 11-й и 12-й горбольницы появится еще одна больница скорой медицинской помощи. Вторая в городе. Сегодня министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, почему назрела необходимость в оптимизации и полетят ли головы. С подробностями Валентина Аскерова. Идея слить шинники и моторчики назрела давно. Медучреждения находятся на одной площадке и, по сути, дублируют отделения друг друга. А это нецелесообразно посчитали в Минздраве. И в середине декабря приняли решение – медучреждение объединить новую больницу скорой медицинской помощи, создать. Таким образом, у нас в городе будет два учреждения, две больницы скорой медицинской помощи, номер один и объединенная больница, где как раз-таки и оказание экстренной неотложной помощи, закрепление подстанции и, по сути дела, транспортировка пациентов машинами скорой помощи будет осуществляться по данному территориальному принципу. Если сейчас пациентов из спальных районов города везут до больницы скорой медпомощи около часа, то с функционированием новое время сократится в два раза. Но тут же возникает вопрос, не сократится ли в два раза штат медиков. Не приведет к массовому закрытию каких-то подразделений, сокращению рабочих мест, утраты зарплаты. Наоборот, планируется прямо противоположное движение, ну может быть какая-то перепрофилизация. Дмитрий Попов все-таки отметил, что сокращения будут, но не врачи, а администрации. Якобы зачем два главных бухгалтера или несколько заведующих отделением. Пока в ведомстве не уточняют, сколько сотрудников получат трудовые обратно. А вот не закроют ли поликлиники при этих больницах? Ответ прозвучал и на этот вопрос. Дом как был, так он и остается. Вопросы работы поликлинической службы при данных учреждениях также сохраняются. Есть перспективы определенные строительства двух поликлиник в той части города, которые будут перезакреплять часть населения, но это не сегодняшнего дня перспективы. Новую больницу предстоит еще дооснастить и переобучить кадры, которые должны перейти на новый режим работы 24 на 7. Первых пациентов новое медучреждение под руководством Андрея Коломееца начнет принимать не раньше 2021 года. Валентина Скерова, Алексей Фризин. День с толком. Что такое ипотека с господдержкой и как она помогает семьям с детьми, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Здесь у нас опять же телевизор, здесь станет диван, здраво вытвисеть. Теперь они сами решают. Наконец в своей квартире Александр и Мария стали участниками программы льготной ипотеки и взяли кредит со ставкой 5%. Осталось только ремонт провести. Ипотечная программа с государственной поддержкой действует для семей, в которых родился второй и последующий ребенок. Она вступила в силу с января прошлого года. Льготный процент распространяется на весь срок кредитования. В банках отмечают, благодаря улучшению условий, количество желающих получить такую ипотеку растет. В рамках программы ипотека с господдержкой банк ВТБ, первый на рынке, применил дополнительный дисконт к процентной ставке, утвержденной правительством Федерации. Мы ожидаем, что востребованность программы будет расти благодаря комфортной ставке по кредиту и привлекательным условиям. По данным только одной кредитной организации, льготную ипотеку взяли уже около 200 семей, живущих в крае, а общая сумма превышает 300 миллионов рублей. Причем те, кто уже выплачивает займ по более высокой ставке, могут присоединиться к программе и рефинансировать свой кредит. Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком. В это воскресенье в Барнауле пройдет грандиозное событие в мире кунфу. В краевой столице откроется международный турнир «Путь дракона». Он посвящен 79-летию со дня рождения мастера боевых искусств Брюссали. На соревнования приедут более 400 кунфуистов из разных регионов России, а также из Китая, Казахстана и Кыргызстана. Кунфуисты выступят в четырех направлениях. Полноконтактные бои, борьба в стойке, выступления с оружием, бои на мечах. Все эти техники сейчас отрабатывают в школе кунфу Владимира Суркова. Опасности не пугаются, приемы ночные, все сбудется. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok